нахожусь у торгово-развлекательного комплекса бригантина вот написано классификация как туристической индустрии 4 звезды вот и здесь напротив не знал я конечно и не видел не ведал вот сегодня пришел и вот смотрите все разбирается и такое впечатление здесь было возможно ярмарка просто я не знал об этом и осветить конечно для вас не смог все буквально видите какие большие машины все загружается там он елочки сосенки возможно значит ценные породы деревьев домики там такие разбираются там дальше вон горочка для детей так что вот такая вот ситуация время 1321 сейчас значит минус 6 градусов в городе у нас вот а это знаменитая бригантина я не раз и вам показывал вы ее видели так что вся спускаюсь по лестнице вот топая в новеньких ботиночках надя мне купила новенькие ботиночки внутри них иду так что выкуливаю свои ботиночки ботиночки хорошие видите новенькие теплые вот он развлекательный центр бригантина в общем загружается не знаю что тут было ну очень факт то что тут была какая-то ярмарка видимо растений потому что все вот смотрите растения сосны они все укутаны корневая система из в определенное здесь количество грунта у всех у всех вот буквально елочек видите они все с грунтом вот ну чтобы она прижилась хорошо а вот это вот возможно хвоя да вот это хвоя кедра вот это мой любимый кедр моё любимое дерево я как-то в городе тюмени садил этих кедров пять штук вот у меня там на даче и даже один кедр дал шишку но это было через 20 лет вот я приехал на дачах и смотрю шишечка есть елочка вот видите такая вот елочка красивая была поставлена вот видимо какой-то праздник был на рождество но я проморгал информации не было вот стоят качельки вот тоже сделаны они дерево такая здесь вот качелька и на цепочках и цепочка здесь она закрыта чтобы не так сильно холодило она пластика видите закрыла закрыта кстати оригинально сделано первый раз вижу такую качельку хорошую которая так вот сделана и цепочка так подвешена ну не из-за этого я тут пришел и начал вам рассказывать вот общий вид бригантины а бригантина вот смотрите если посмотреть и представить образно то это как бы накатывающиеся волны на в сторону вот озеро реки вот это по-моему тоже кедр нет это сосна это сосна у кедра более хвоя очень мягкая и она длинная ну вот пройдемся прогуляемся здесь по набережной вот буквально два года назад были сделаны здесь скамеечки скамеечки остались а вот мусорки уже приведены негодное состояние вот общий вид торгов развлекательного центра бригантина скамеечки еще стоят но здесь немного чистят вот как бы такой порядок поддерживается ночью сегодня был такой интенсивный снег хлопьями ну ничего не поделаешь вот засыпала ну сегодня видимо так вот пока еще не машина не ездила не убирали вот и вот там написано видите городской пляж людиновский и рядом с пляжем здесь такая такая большая ветер гора снега вот ну хочу подойти к пляжной территории вот там камыш а если посмотреть вдаль вот то там рыбачат рыбаки видимо лед хорошо достаточно хорошо сомкнулся замерз налить такая большая и поэтому скорее всего тут можно ходить по льду и рыбачить ну вот я спущусь вниз в новых своих ботиночках вот как хорошо я них передвигаюсь и иду и вот сейчас показываю буквально вот здесь вот прямо у самого берега здесь бетонные плиты стоят и здесь всегда плещется вода ну уровень воды конечно всегда осенью понижается потому что вода уходит и значит лед намерзает уже по оставшемуся осеннему уровню воды вот это такое большое озеро это вообще самое крупное водохранилище в Калужской области видите Людиновское озеро Ломпоть то Ломпоть называют то Ломпоть так и не знаю как точно правильно но местные называют Ломпоть вот там дальше вот если посмотреть там трубы и вот из этих труб вырывается пар это тепловозостроительный там завод вот так набережная смотрится зимой это я сейчас на самом нижнем ярусе иду вот если посмотреть двигаюсь вот видите нижний ярус и вот смотрите натоптано здесь натоптано уже на самой на самом льду и тут дорожечка дорожечка и если посмотреть тут как бы немножко огребли по периметру квадрата прямоугольника вернее я сейчас спустился вот на лед иду по льду по этой дорожечке это дорожечка ведет меня к маленькому импровизированному катку здесь залит каток видимо тут катались ребятишки так что вот так вот сейчас я смотрю с озера вам показываю и бригантину и там елочка видно и здесь деревья сбросившие листья и вот иду я по катку но еще пока никто тут не катался сегодня я с утра видел одного лыжника здесь шел по льду вон в ту сторону сторону рыбаков от им рыбаков если посчитать то порядка где-то 14-15 палаток я насчитал и вот у самой набережной здесь этот домик стоит такой вот если посмотреть вот вот приблизить он у самой набережной видите у него прямо там гаража стоят лодки вот так что вот такие люди здесь живут которые поселились у набережной вот так вот смотрится вся набережная озеро ломпать вот это побережье и здесь вот я вижу лестницу на которую можно пройти и выйти вверх вот сейчас мы это сделаем с вами я выйду вот здесь тоже много конечно снега плиты видите вот какое расстояние до уровня озера вот это вот плиты это есть как бы у самой набережной в летний период времени здесь сидят рыбаки и с удочками рыбачат вот а вот здесь вот она лесенка поднимаемся мы вверх сейчас поднимемся и посмотрим но я хочу пройти вот сюда потому что в летний период времени здесь закрыто здесь открывается вот эти вот как бы выемы я забыл как они называются пристани пристань мини пристань вот это вот а там он гаражик маленький укрытие там стоят лодочки и вот сюда они подплывают вернее подходят и здесь меняется как бы экипажи и опять по озеру можно перемещаться на лодке это как бы катание на лодках ну вот здесь вот интересно дверь такая и якорь здесь как бы штурвал я хочу подняться чтобы посмотреть дальше вот вот и поднимаясь по лесенке стоит дерево липа дальше фонари вот такие вот тут у нас на озере папа и что я там вижу что там вижу внимание выход на лед запрещен и даже знак стоит запрещающий кирпичик вот вот это да удивительно выход на лед запрещен а весь город гуляет по этому озеру по льду интересное явление ребятки интересное а вот это вот я прохожу это музей комсомольской славы вот все комсомольской славы чем он интересен здесь вся история города людиного фактически значит сконцентрирована и здесь когда идешь экскурсии дается такая сжатая информация которые можно много узнать и почерпнуть об этом месте городе людиного он там же даже конечно музей комсомольской славы там так и написано он строился советский период времени где-то конец семидесятых начала восьмидесятых годов и даже такая видите надпись у нем то патриотическая такая для характерная для того времени за власть советов вот сорок пятый год сорок первый сорок пятый год и как бы комсомолец окрыленные победными веяниями вот несется стремительно на лошадях вот такая скульптурная композиция видите музей комсомольской славы ну шагаем дальше смотрим сегодня набережную нашу горы городскую вот если там посмотреть дальше там вот подойти там стоят артиллерийские орудия вот сейчас а пока подойду вам покажу эти артиллерийские орудия вот там можно все навсегда 9 мая в празднике открываются эти ворота это можно увидеть эти артиллерийские орудия наверное не видно зеленым цветом зеленой краской покрашены сейчас подойду вот она видите вот она артиллерийское вооружение вот конкретно не знаю что за модель артиллерийское вооружение ну факт то что они есть и там дальше если право пройти там тоже артиллерийское вооружение у снег тут почистили и хорошо так стало комфортненько вот сегодня как бы минус 6 градусов но почему-то не знаю руки у меня подмерзает а вот это вот старое старое здание видите у него даже веранда вся 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 расколочена все стекла повыбиты вот здесь вот он стоит под номером 6 все здание двухэтажная еще видимо постройки довоенной окна небольшие здесь видите еще кирпичная кладка над окном не такая чтобы здесь лежал специальная такая панель а здесь видите кирпичи как положены и уже кирпичи здесь в этом здании видите проседают но аварийное старое здание видимо люди уже отселены ну конечно отселены тут даже стены ведь и потрескались и выпирает то здесь сейчас находится неизвестно но здание видимо не работает вот не живут там люди надо прохожу через дорогу вот опять набережная много много здесь трактором с сторону снесено снег и вот общий вид этого здания видите это все на набережной в этом году что сделали взяли вот этот вот парк его закрыли заборчиком но он так стал смотреться как бы ухоженный парк в порядок против привели значит и стало так смотреться нормально вот дальше много здесь фонарей но фонари такие круглые как бы шарики эти шарики скорее всего я так предполагаю они еще советский период времени были установлены видите по два парных шарика но и львы львы здесь есть чугунно-литейный завод сукремльский этом сукремльском чугунно-литейном заводе были мастера которые могли лить вот такие вот произведения искусств два льва стоит вот один лев и там дальше второй лев вот ну как бы львы такие подростки вот а это мы опять следующий спуск спуск на набережную если посмотреть научим вот такая напережная в зимний период так она смотрится здесь вот именно в этом выеме тут такой выем он как бы немножко выдвигается выпирает вперед туда к озеру и здесь вот клумбы в летний период времени сейчас тут просто скамеечки на них они заметены снегом но и тут много людей сидят я наблюдал как бабушки сидят вяжут рядом внуки играют тут есть эти такие маленькие клумбочки где могут они песочком позабавляться ну вот часть видите чугунных вот этих вот изделий видимо сломали вот и вот здесь заварили вот так вот вот сейчас мы посмотрим вниз да вот посмотрели вниз вот это вот так называемая набережная но это и есть набережные называем почему это нормальная набережная вот если вот обратить внимание 80-е годы советский период и посмотреть ближайшие города под городом тюменью они конечно более за трапезном состоянии были и такой набережные не имели как вот здесь вот она была построена советский период в городе людиного это все еще осталось советского периода так что тут люди жили период советского союза неплохо и имели такой как бы качественный вот гуляя по набережной весь город сосредоточен около фактически вокруг этого озера вокруг этой река называется не палать а озеро называется ло ломпать вот опять проходим около набережной около реки набережная очень широкая она порядка вот шириной 10 метров тоже скамеечки здесь видите такие установлены конечно вот что характерно они до сих пор служат до сих пор конечно некоторые значит здесь выпали деревянные изделия но в основном все служит вот все еще сохраняется и вот эти вот заборе который стоит здесь перекрывает подход к озеру значит как бы граница здесь тоже всего сохранено работает а вот эти вот наваленный снег тут рассчитано на то что весной будет таять и все стекет в озеро вот эти вот здания то что находится прямо напротив озера ломпать это здание постройки 29 года представляете в 1929 году было построены вот эти вот здания трехэтажные и вон следующее здание на нем прямо и написано ты 929 год вот сейчас опять вам покажу здесь вот это забор озеро фонари стоят значит по периметру всего озера ну когда тут вечером гуляешь тут в принципе так светло фонари освещают вот вот это вот я иду по каштановой аллее сейчас вот это здесь спят зимней спячкой это деревья каштаны летом они распускаются весной особенно у них листья распускаются такие как у них листья как пять пальцев так интересно за ними наблюдать они так потихоньку потихоньку растут пальцы как бы удлиняется и там начинает выходит такая свечка и они начинают цвести когда здесь проходишь летом тут так красиво эти свечки вверх приподняты как бы пирамидками но только они как бы пирамидки эти похожи на сирень сирень только маленькая мелкая а тут такие крупные крупные цветы и приятно этим всем любоваться вот они каштаны каштанам этим когда он цветет это где-то порядка наверно 30 или больше лет вот такие каштанчики видите вот они эти деревья каштаны вот но это такой если кто-то знает что каштаны там употребляет в пищу то это не тот каштан это конский каштан его не употребляют в пищу максимум эти каштаны могут как говорится скотине давать вот ну сейчас вот я опять вам покажу значит это озеро замерзшая ломпать вот она по периметру очень большое площадь его достаточно большая и вон там далеке тоже сидит рыбак а вот она вот она вот это двадцать восьмой год вот здание построен двадцать восьмом году видите на нем три этажа здесь вот средний подъезд там балкончики и вообще у каждого подъезда там балкончики есть второй третий этаж там с балкончиками но суть вверху там значит орнамент звезда и на фоне звезды в окружности земля и сверху серп и молот а там я просто если отойти там раньше вот козырька этого не было вот сейчас я не знаю там двадцать восьмой двадцать девятый год написан сейчас попытаюсь отойти чтобы вам показать какой же все-таки там год 2020 ну так и непонятно ну-ка я сам стану на загородку и посмотрю вроде по форме там значит двадцать восьмой значит двадцать восьмой год все таки не ошибся не двадцать девятый год ну вот сейчас мы отходим дальше проходим всю эту набережную вот она набережная людиновская то что я вам сегодня хотел показать вот и сейчас я хочу посмотреть стоят ли тут лодки да кустарники тут стоят листья сбросили но вот остались только штыри где крепятся эти лодки а самого самих лодок конечно нет убрали ну разумно конечно потому что лед может просто порвать эти эти самые лодки и корпус вот это вот сталинка двадцать восьмого года до сих пор стоит живет и здесь живут люди так что вот такие здания здесь в городе людинове а вот это вот от чугуна литейного завода фонари старые старинные фонари видите тут какие орнаменты у нее вот чугунные вот как бы гирлянды гирлянды виноградные и там вот расходится на три фонаря и тоже с этими со всеми эмблемами вот а это здесь если мы посмотрим дальше на перспективу там видно церковь казанской казанская церковь по моему церковь казанской божьей матери а это офис тепловоза строительного завода так ну сейчас я подойду к этому углу набережной вот и мы посмотрим дальше а этот вот обелиск установили в 2000 по моему двадцатом году вот насколько я помню это в честь людиновского подполья которая погибла здесь мучительной смертью значит и оно было кстати организовано гораздо раньше чем на донбассе на донбассе знаете там произведение раньше мы изучали читали это молодая гвардия команды олега кашевого ну и все они тоже погибли их в шахту сбросили здесь подобная ситуация тоже есть место захоронения где их тоже похоронили не похоронили а просто сбросили сбросили в шахте и что характерно предал их и пытал учитель учитель математики вот она набережная вот дом набережная видите ну вот такой вот рассказ я вам сегодня сделал показал набережную ее в зимний период времени на этом я хочу закончить свой небольшой вот экскурсию по набережной города людиного может где-то как-то немножко неуклюже что-то рассказал отрывочные такие информационные вам посылы сделал ну не обессудьте уважаемые подписчики я не профессиональный экскурсовод вот желаю вам уважаемые подписчики здоровья всего вам доброго и чтобы у вас все дай бог получалось то что вы задумали до свидания